МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его путь в большой футбол начинался с резины трудовых резервов. Ссадины везде были, и на коленках, и на бедрах. Для него пример для подражания – Александр Кульчий. Я брал пример с него, и поэтому я рад, что даже застал то время, когда мы поиграли в одной команде в сборной. Автор тысячного гола Минского Динамо, перебравшийся в стан злейшего врага. Автор самого таинственного гола в чемпионате Беларуси. Я вижу в этом определенный знак, да, и поэтому тогда это было, скажем, сверхмоционально. Один из лучших бомбардиров национальной сборной. Бронзовый призер молодежного Евро. Капитан олимпийской команды. Мастер спорта международного класса. Станислав Драгун и его тренировочный день прямо сейчас. Доброе утро. Наверное, надо подкрепиться перед тренировкой и отправимся в путь. Дочка младшенькая и единственная. Это жена Татьяна. Ну, как мы всегда, позавтракаем сейчас с утра и отправят меня на тренировку. Завтрак – ключевой прием пищи. Оно и понятно. Отцовство обязывает быть примером и авторитетом не только в жизни, но и за обеденным столом. Что приготовить, то съем. Но действительно, перед тренировкой надо нормально попитаться, чтобы быть, скажем так, полным сил и спокойно ехать. Тем более, дорога не близкая на тренировку. Можно проголодаться. Поэтому завтрак плотненький. С утра чаще готовит супруга Татьяна. Стас – мастер гриля и вечерней трапезы. Ну, кашу я до сих пор не умею для дочки приготовить. То она то сгорит, то убежит. Поэтому единственное, что кормлением, наверное, занимаюсь я в большей степени с утра. Потому что она целый день, она остается женой. На вопрос, кто лучше готовит, мама или папа, трехлетняя София отвечает однозначно. Вообще-то я сама. Мне уже и кухня даже есть детская. В еде наш герой непривередлив. В меню на сегодня сырники. Вкусно и полезно. Варенье надо? Конечно. Появление на свет прекрасной Софии – главное событие в жизни нашего героя. Ну, рождение дочки – это, безусловно. Это даже ни с чем рядом состоять. И с футболом, в принципе, рядом стоять не может. Страх этот кулечек, как его взять. Все это. Ну и счастье, безусловно. Отцовство, кстати, нисколько не мешает. Наоборот. Например, если ты к футболу и до отцовства относился, скажем, так себе, то ты не уверен, что дочка тебя сильно поменяет. А если, скажем, я всегда относился серьезно к этой профессии, к своему труду, поэтому меня не особо поменял. Единственное, наверное, быстрее спешишь домой теперь после тренировок. Быстрее хочешь с маленьким чудом поговорить, да? Поэтому в плане только быта, наверное, поменялось. И это несмотря на тот факт, что рождение ребенка совпало с тяжелой травмой. Я, как сейчас помню, я был в Москве на МРТ какое-то делал. И я готов был по этому кабинету бегать, по стенке просто. Но это очень сильно. И то, что МРТ подтвердило серьезную травму, это даже ничего не огорчило, потому что летел я в аэропорт совсем окрыленный, счастливый и радостный этим событием. Позавтракали, желаем семье хорошего дня и отправляемся на тренировку. Давай, бусю, пока. Прям. Уверенно, может, и себя чувствую, но слушаться меня не хотят. И лепят, скажем, плюшево мишку. Ну, тяжело. Это сейчас Станислав Драгун, один из лидеров Борисовского БАТЭ и один из лучших полузащитников нашего чемпионата. А ведь два года назад, в период выступления за москвичей, Стас в одном из интервью говорил, что в Беларусь не ногой. Что изменилось? Интересуемся. Да нет, тогда так и было. Я не хотел возвращаться, да, и причин не было. Я поиграл потом, по-моему, еще за Оренбург. Но потом вышел Анатолий Анатольевич покойный, Капский. И сделал предложение, из которого тяжело было отказаться. И даже при условии, что не хотелось возвращаться, все равно он сделал так, чтобы пришлось вернуться. И предложение было во всех, скажем так, видах. Было намного интереснее, чем в России. Поэтому, поездив 5,5 лет по России, уже хотелось вернуться домой. За чуть более чем два сезона мнение о чемпионате Беларуси изменилось коренным образом. Уровень, как я уезжал и сейчас, однозначно стал получше. Все команды подровнялись. Плюс появились такие же сильные команды, как Динамо Брест, Шахтер, которые и финансовые вливания серьезные делают, и по составу не слабее БАТЭ. Поэтому интереснее однозначно стал, да, и сильнее, я думаю. Потому что мы видим, как тройка лидеров по набору очков сейчас идет. Ну, это очень сильный показатель. И наш герой о своем возвращении ничуть не жалеет. Все как есть. Я рад, что так все получилось. И ни о чем не жалею, что именно тогда вернулся. Именно с Анатоличем все это произошло. Поэтому ни о чем не жалею, это однозначно. Путь до базы занимает около часа. Правда, Борисовской двухполосной дороге жизни Стас предпочитает свой особый маршрут. Еду я с Боровлян, со своей малой родиной. Поэтому тут мне удобнее ездить через Логойск. Там меньше машин, намного трасса. Приятнее, о чем вы сейчас увидите. Но, скажем, все равно дать 80-70 километров перед тренировкой, ну, так себе это. Но потом ты приезжаешь, у тебя есть час на, скажем, такой отдых, подготовку к тренировке. Ты уже с полными силами идешь тренироваться. Час туда и час обратно. Естественно, это время можно было провести по-другому, но, как и во всем, Стас профессионал. Мог бы проводить с семьей, мог бы еще где-то проводить, но это работа, это нормально. Заезжаешь на заправку по дороге, берешь кофеек и поехал спокойно. К слову, именно с заправкой связано одно не очень приятное воспоминание. Все дело в том, что переход Драгуна, коренного динамовца в стан главного конкурента, вызвал недовольство большинства фанатов минчан, которым они были готовы поделиться при любом удобном случае. Да, эта история была только сразу после перехода. Наверное, это первый или второй раз мы ехали в Дудинку. Миша меня тогда возил, показывал все, что, где, как. Поэтому мы с ним тоже остановились на заправке, взяли кофе. Ну и когда выходили, я увидел, что стоят там ребята, человека там сколько их, четверо было, в майках фанатского движения Минского Динамо. Ну и что, начали претензии высказывать, слово за слово. Подъезжаем к контрольно-пропускному пункту тренировочной базы, или, как ее принято называть, Дудинки. Ну вот вы, собственно, и на нашей базе легендарной. Поэтому сейчас пойдем вовнутрь, покажу, как команда готовит тренеров и как тренируемся. Два натуральных поля, открытый тренажерный зал с подогревом, без излишеств. Но на базе есть все необходимое. Мой люкс. Проживаем мы с Антоном Сорокой двоем. Делим номера, поэтому как-то так. Ну нормально, уютно, по-домашнему. Все отлично. Как и в большинстве футбольных клубов, тренерский штаб закрывает команду на базе накануне игры. Заезд – отличная возможность полностью сконцентрироваться на матче. Да, у нас есть заезд за сутки до игры. Я считаю, это отлично. Есть время выспаться, подготовиться к игре. Тут ты уже понимаешь, что у тебя концентрация только остается на игру. Никаких посторонних дел нет. Ты готовишься активно направленно к матчу. До начала тренировки чуть более часа. Можно и чай-кофе попить, и с партнерами по команде парой слов перекинуться. Плюс к клубному врачу еще нужно заглянуть, но тут уже без камеры. Крязь здесь. Кашу кантикурсуать не нужно. Нормально. Как все здорово не снимать? Да. Дутик – место обязательное для посещения перед тренировкой. Несмотря на то, что тренировка сегодня в режиме лайт, размяться и разогреться нужно обязательно. Драгун Станислав Эдуардович. Позиция – полузащитник. Возраст – 31 год. Рост – 182 сантиметров. Вес – 76 килограммов. Мастер спорта международного класса. Разогрелись – отправляемся на поле. Все, я пошел. Работа. Его путь в большой футбол начинался с резины на трудовых резервах. Не было ни игр, ни компьютеров, что пропадали во дворе разные игры, начиная с московских пряток, заканчиваясь всеми различными. Поэтому футбол был основной. Один мяч нужен был на весь двор, и все, понеслась. Так потихоньку и привилась коль любовь к футболу. Несмотря на постоянные ссадины, те золотые времена Стас вспоминает с улыбкой. Это была ближайшая школа к боровлянам, куда было добираться, скажем, проще всего. Поэтому выбор пал на нее. Плюс у отца был знакомый тренер, который и работал с моим возрастом. Так и получилось все. Но воспоминания именно что от резины, это, помню, это всегда черные мячи. Черные, они даже не отмывались. И черные, как кеды, подошва вообще. Поэтому это единственное, что я вспоминаю. Я не знаю, сейчас есть ли резина или нет. Может, где-нибудь ее используют. Но тогда это было, скажем, нормальный вариант. Ссадины везде были. И на коленках, и на бедрах. Ну, везде. То есть ты падаешь. Хочешь, не хочешь, поцарапанно. В любом будет. Поэтому, ну, помню, всегда это было больно. Потом штаны эти одеваешь, шорты. Всегда болит, щипит все. На тренировке наш герой добирался самостоятельно. Нормально ходили автобусы, маршрутки. И это было с моего детства. Они всегда были. Поэтому никаких проблем не испытывал. После школы сел на транспорт. Буквально полчаса и ты уже на улице седыха и спокойно тренируешься. Футбол настолько увлек Стаса, что в какой-то момент он стал заниматься практически все время. В самом начале, наверное, меньше прогуливал. А потом уже, после девятого класса, когда уже стал намного серьезный футбол, когда уже пошли игры из-за основной состав локомотива, из-за дублирующей, тогда уже, да, в школе я был редкий гость. Некоторые учителя, наверное, с девятого по одиннадцатый класс много и не знали. Но аттестат получил более-менее нормально, потому что сдавал все экзамены и, скажем, все работы досрочно. И когда появлялся, я не полностью программу сидела. Несмотря на постоянные прогулы, мама всегда поддерживала сына. Это, наверное, ее расстраивало, конечно, что сын прогуливал школу. Но она тогда уже понимала и видела, что шансов других нет. Дель Пьеру, Зубастик, Зидан. В отличие от большинства сверстников, Стас восхищался игрой отечественного футболиста. Да, он играл на моей позиции. Это, во-первых. Во-вторых, он также является воспитанником, как я, Анатолий Иванович Юрьевич. И он меня часто сравнивал с ним. Подсказывал, что Саша делал в таких или тех ситуациях. Я брал пример с него. И чем старше становился, тем уже старше становился и Саша Кульчий. И, скажем, его игра становилась более зрелая. И мне все больше и больше она нравилась. Поэтому я рад, что даже застал то время, когда мы поиграли в одной команде, в сборной. Правда, в Борисове получить заветный номер не получилось. В БАТ-двойку вывели из обращения в знак уважения культовому игроку Дмитрию Лихторовичу. Правда, события последних двух лет заставляют ассоциировать Драгуна с другими цифрами. Год спустя в матче с Брестским Динамо, который начинался с минуты молчания в памяти об Анатолии Анатольевиче, снова отличился Стас. Табло на центральном вновь зафиксировало взятие ворот на 53-й минуте. Год назад, когда только все случилось, скажем, рано было еще очень, ну, только-только произошло, еще очень все переживали. И вот этот первый матч домашний без Анатолича, и когда весь стадион аплодирует, его большой плакат, его большие на табло фотографии. Когда, да, действительно, когда ты забиваешься, переполняют эмоции, и ты понимаешь, что это что-то было мистическое. Ну, мистическое, как-то по-разному каждый называет, как хочет, я вижу в этом определенный знак, да. И поэтому тогда это было, скажем, сверхнационально сейчас. Я соглашусь с тем же, как мы говорили с Василием Васильевичем Хомутовским, что скорее это уже стечение обстоятельств. И вспоминая тот вот тесный контакт, который установился между отцом и Стасом, наверное, между ними были отношения не только профессиональные, но еще какие-то, наверное, вот, между ними был какой-то контакт, который вот пробегает такая искра между людьми, и они как бы очень хорошо у них складывался и диалог, и отношения, вот. И я считаю, что, ну, Стас очень уважительно относился к моему отцу, и, наверное, когда вот аплодирует стадион на 53-й минуте, насколько я помню, в Бресте наши болельщики поддержали эту акцию, на 53-й минуте они аплодировали. И я думаю, что наши ребята слышали эти аплодисменты, и Стас в том числе, наверное, направил всю концентрацию и все усилия, чтобы в этом эпизоде сработать как можно эффективнее и качественно. Я думаю, что я вообще еще в карьере хоть раз забью на 53-й минуте, и тогда я поверю, что это не первый раз, не когда впервые это случилось, это было непросто так, а и все остальные голы, это тоже непросто так. И как тут не поверить в мистику? В этом сезоне Стас результативен как никогда. Несмотря на это, на полузащитника обрушился шквал критики со стороны экспертов и телекомментаторов. Безусловно, в этих словах есть доля правды. Хочется еще отметить и как профессиональных комментаторов, которые работают на телеканале Белорусс Пять, так и кто приходит. Почему-то те люди, которые приходят комментировать и считают себя специалистами, находятся по пять и с чем-то лет без работы и тренируют детей, где-то там непонятно. Вторые специалисты тренируют по полгода и их выгоняют с команды. Если вы такие умные и разбираетесь в тонкостях футбола, почему вы без работы тогда? У меня вопрос. Поэтому пусть лучше я буду при работе, буду делать свою работу. Возможно, где-то плохо. Мы не роботы, возможно, где-то лучше. Но я востребованный футболист. А, к сожалению, те, кто приходят комментировать, не всегда заявляются востребованными специалистами. Но в большинстве она необоснованно, считает наш герой. Я могу признать, на то есть какие-то объективные, субъективные претензии по поводу игры с Руссенборгом на выезде. Там действительно было тяжело всей команде. И я действительно там выпал из игры. Я с ней с критикой согласен. Но с критикой в игре с Араевым или еще какой-то критикой, но взять ту же статистику. Я забил за этот сезон больше, чем когда-либо забивал в других сезонах. Поэтому пусть я даже физически буду не готов, пусть я буду ходить пешком, но статистика говорит сама за себя. И мне хотелось бы посмотреть еще, кто будет против ходячего в центре поля футболиста, который будет забивать по 9 мячей за неполный сезон. А мнение по поводу ужасной физической формы и вовсе вздор. Не буду говорить бред, чтобы не было жестко. Полная глупость и разговоры в пустоту, разговоры не о чем, скажем так. Поэтому нечего комментировать. И в общем-то он всегда был в порядке и доказывает это от игре к игре. Он умеет терпеть, умеет терпеть и боль, и усталость. И очень ценное и такое, скажем, ключевое качество. Он всегда забивает важные мячи или переломные, или победные. Тем более нашему герою есть чем сравнивать. Времена вылета крылышек в ФНЛ. Вот тогда все было действительно плохо. Когда мы вылетали и проиграли 14 матчей подряд, по-моему, тогда действительно было все вместе. И плохая, возможно, пресезонка, и плохая атмосфера в команде. Так как когда ты проиграешь 14 матчей, тяжело находиться в каком-то поднятом настроении. Это все угнетало. И матч без голов, и матч без побед. Поэтому, да, тот, я помню, действительно очень тяжелый. Два не самых удачных сезона в Самаре. Безголевые Московская, Динамо и Оренбург. Тяжело назвать это нормальными, скажем, хорошими сезонами, те игры, те сезоны, что назвали. Ну, как есть, так и есть. Не всегда мы можем добивать и что-то показывать. Суперский футбол, да. Тот период в карьере я не могу тебе даже не стекнуть. Порой посещали весьма тревожные мысли. Да, было. Это было после Оренбурга, когда мы расстались с Оренбургом. Ну, мы не расстались, мы находились в стадии переговоров. И тогда, действительно, эти все поражения, эти вылеты в российский Памерлиг. Ну, это тяжело психологически, если ты, действительно, скажем, переживаешь за то дело, которое ты делаешь. Оно давалось мне тяжело, и я уже думал, что закончить в 29 лет не такая уж плохая идея. Правда, с возрастом по-другому начинаешь смотреть на происходящее. Чем старше стал, тем, наверное, я понимаю, что самые страшные моменты и неприятные в нашей жизни, они не происходят в футболе. И любая команда проигрывает, любая команда выигрывает. И, скажем, и соперники всегда наши хотят тоже выиграть. Поэтому самые страшные моменты, они не происходят на футбольном поле. Да, есть много обидных поражений, есть достаточно незаслуженных поражений, но это и есть футбол. За свою карьеру Стас поработал под руководством многих специалистов. Сложнее всего было именно в Москве. С Андреем Кобелем, когда я пришел в «Динамо», были очень серьезная, пресезонная подготовка. Там, действительно, очень тяжело было. Правда, персона Анатолия Юрьевича – отдельная история. Много где чего летал. Наверное, Анатолий Иванович Юрьевич, он не только такой сам, прямо эмоциональный, но он и сарказм, и юмор, и пихач, это все в одно смешивается. И это иногда страшно, смешно и боязно одновременно. Смешанные эмоции такие. Чем заняться после футбольной карьеры? И полузащитник пока не знает. Правда, ясно одно – что угодно, только не тренерство. Да, тренером я однозначно не хочу быть. Это означает, надо проживать еще одну футбольную жизнь. И если футболист, грубо говоря, отвечает за себя, как я сказал, за индивидуальную подготовку себя к тренировке, тренер отвечает за 22-24 футболиста, которые в разном состоянии, в разном психологическом настроении. Поэтому отвечать за таких, за таких, как я, грубо говоря, еще 20 человек у меня желаний нет. Поэтому тренером я точно не хочу быть. А кем буду? Ну, посмотрим. В жизни подскажут, что делать. Несмотря на все вышесказанное, два года назад в Боровлянах открылась футбольная академия имени нашего героя. Главный посыл – это отдать что-то малой родине. Плюс я видел, что этого не хватает в Боровлян. Много детей. И сейчас мне очень приятно, когда приходят мои одноклассники, которые я их не видел по 15-20 лет, и которые уже водят детей ко мне и говорят спасибо. Ну, это радует. Главная цель – это не штамповка футболистов суперкласса. Мы действительно хотим просто, чтобы эти дети росли здоровыми. Потому что первый набор был, например, из 20 детей, кто пришел, 18, просто не умели правильно бегать. И человек, который их ставит, бег. И мы сейчас видим, такой прогресс идет спустя 6 месяцев. Это очень доставляет удовольствие. Очень приятно. К слову, вовлеченность Стаса в процесс не ограничивается лишь именем на стене. Да, я живу недалеко, где это все происходит. Я стараюсь по возможности часто посещать тренировки. И с теми, конечно, родителями, детками, с которыми мы там уже давно, с первых дней, тех я знаю в лицо, по именам. Всегда они общаемся, приятно подходят, болеют за Батэ, за меня. Заканчивать карьеру Драгун пока не собирается. Желание играть, а главное побеждать, никуда не делось. Как и 10 лет назад, наш герой живет футболом. Правда говорит, после 30-ти восстановление дается сложнее. Ну, раньше, например, 27-28 лет ты мог сыграть игру. День передохнул и опять сыграть игру. И при чем-то я это бы не заметил. Сейчас это уже дается намного тяжелее. И ты знаешь, что ты сыграл игру. Тебе надо уже дня два, чтобы ты был, скажем, в хорошей форме к следующей. Тут есть два основных компонента. Могу так сказать, что прямо есть какая-то супер рабочая схема. Ну, самое главное – это действительно сон хороший. И чтобы он был. Ну, для меня еще это банные процедуры. Мне тоже очень хорошо помогает. После тренировки – секретный коктейль. Испанская разработка, привезенная еще Виктором Михайловичем Гончаренко. В составе йогурт, печенье, а остальное – секрет. Сейчас в душ и обед. Клубное кафе – место, закрытое для съемок. Дожидаемся нашего героя и отправляемся в Минск. В плане на сегодня еще одно значимое мероприятие. Ну, из Бреса точно никто не обращался. Были предложения летом. Все они были из Российской премьер-лиги. Ну, были такие, скажем, полуконкретные, потому что всех интересовали только свободные агенты. При определенных условиях только я мог перейти, но не сделал этого, скажем так. А сейчас, да, мы с БТ почти договорились о продлении контракта. Возможно, сегодня мы и станем свидетелями этого. Поэтому сегодня все увидеть. Два года назад под первым контрактом с БТ подпись Станислава стояла рядом с подписью покойного Анатолия Анатольевича. Именно он вновь зажег в нем желание играть и побеждать. Это когда Анатолий Анатольевич, царственный небес, Накапский, подписал свой контракт, поверил в меня, дал почувствовать заново вкус футбола, вкус победы, вкус голов. Что сейчас они, да, зажглись по-новому. И я думаю, на срок продления этого контракта действительно этого запала хватит. Переговоры, наверное, были очень быстрыми. Именно переговоры. Но свои личные раздумья были достаточно долгими и тяжелыми. Много на эту, скажем, ночей, на эту тему я ночей размышлял. Но к тому, что пришли, то мы пришли. Сегодня при продлении контракта под договором инициалы все те же. Верю в Андрея Анатольевича. И одна из задач, как я думаю, хотелось бы мне верить, что опытному футболисту это помочь ему укрепить свои позиции. Что до нынешнего чемпионата, то первый год без Анатолия Капского Бате, пусть и идет в лидерах, все же не выглядит столь уверенным и непоколебимым, как во времена правления Анатольевича. Посему именно сейчас прервать 13-летнюю победную серию будет еще больнее. Очень будет болезненно упустить титул Без Анатольевича, потому что хочешь не хочешь, все разговоры, все домыслы, все сводятся к одному, что Бате уже не тот Без Анатольевича. Бате Без Анатольевича хана. Бате Без Анатольевича жить недолго. Поэтому хочется доказать, хочется переломать этот ход мысли у людей, что рано еще, скажем так, и нас хоронить как команду. И сына Андрея Анатольевича Капского тоже он старается, и у него все получится. И сейчас получается, потому что не все так просто в этой жизни. И тот путь, который прошел Анатолий Анатольевич сначала, сейчас, грубо говоря, Андрею Анатольевичу надо пройти намного быстрее и намного увереннее. Контракт рассчитан на два года. Еще один шанс отплатить тем людям, без которых ничего бы не было. Да, без родителей, конечно. Таких рядом, скажем, людей больше и в принципе быть не может, которые все с тобой. Да и жене, конечно, стоит сказать слова благодарности, потому что глупо отрицать, что те 15 лет, которые мы вместе, она не сыграла свою роль в моем становлении как человека, как футболиста. Ну, Анатолию Анатольевичу Юрьевичу это однозначно. Это тот, который заложил тот фундамент, на котором и те принципы игры, на которые я до сих пор опираюсь. Станислав Драгун не из тех, кто живет на показ и уже давно воздерживается от громких заявлений. Но, тем не менее, Батте – это все еще лидер, а Стас – все еще топ. И просто так чемпионство никто не отдаст. Для тренерского штаба, для болельщиков – это человек, который душу дает на поле и живет футболом, профессионально, в принципе, к нему относится. На этот сезон понятно, что мы и так немного чего проиграли в этом году, поэтому надо выгрызать первое место. Субтитры создавал DimaTorzok